В Казанском федеральном университете разработан уникальный протез сосудов. В Казани состоится морковниковский конгресс по органической химии. Группа ученых и аспирантов Казанского федерального университета исследует безопасное использование белого фосфора. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработан уникальный протез сосудов. В университетской клинике уже проведена экспериментальная операция. Почему протез является более действенным, чем существующие аналоги, мы расскажем вам далее. Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали протез сосудов, который после установки полностью замещается собственными тканями живого организма. В университетской клинике КФУ уже успешно проведена операция по внедрению протеза в организм свиньи. Планируется, что разработка поможет детям. Аналогов растворяемому протезу нет в мире, и детям приходилось проходить несколько операций по причине роста организма, в то время как протез не растет. Разработка КФУ позволит решить проблему за одну операцию. Разработке уделяется внимание со стороны федеральных СМИ. Телеканалами «Россия и звезда» были выпущены видеосюжеты о медицинском открытии КФУ. Результаты операции являются успешными. Период восстановления составил около 65 дней. За это время протез полностью изменился и сросся с тканью организма. Протез КФУ не оказывает сопротивления, а распространяется в организме и создает питательную среду для роста клеток. Еще одним преимуществом является меньший риск инфицирования. Поскольку инфекция входит в взаимодействие с протезами других типов, и побороть ее сложно. Также подобные протезы могут вызвать нежелательные новообразования в кровеносной системе, в то время как протез сосудов, разработанный в КФУ, становится единым целым с организмом и не вызывает подобных проблем. Казанский федеральный университет принял решение развиваться в сфере трансляционной медицины. Трансляционная медицина — это направление, которое предполагает сокращение разрыва между исследованиями ученых и практическим здравоохранением. Существующие регламенты современной системы здравоохранения не позволяют проводить экспериментальные операции, что значительно замедляет развитие методов лечения. Именно поэтому трансляционная медицина является трендом современной медицины в мире. Для реализации такого подхода КФУ и была создана университетская клиника, чтобы сокращать разрыв между разработками и клинической практикой. Выстроенное тесное взаимодействие ученых и врачей в рамках клиники начинает давать свои результаты, одним из которых стала разработка и проведение операции по проекту протеза сосудов. Артем Топичкин, Универньюз. В Казани состоится Марковниковский конгресс по органической химии. Проводится он совместно с Казанским и Московскими университетами. Все подробности смотри далее. С 24 по 28 июня в Казани будет проходить Марковниковский конгресс по органической химии. В 2019 год объявлен Организация объединенных наций и ЮНЕСКО Всемирным годом таблицы химических элементов Мензелеева. И в связи с этим ЮНЕСКО утвержден целый комплекс мероприятий, важнейших мероприятий, которые пройдут по всему миру. И в этот перечень мероприятий входит и Международный Марковниковский конгресс по органической химии. Конгресс приурочен к 150-летию открытия профессорам Казанского университета Владимира Марковникова в 1969 году фундаментального правила, которое является классикой всей мировой химической науки. Правила Марковникова известны во всем мире. Владимир Васильевич создал его здесь, в стенах Казанского университета. В дальнейшем он уехал через несколько лет в Москву и основал там московскую химическую школу. Международный конгресс станет площадкой для общения более 400 ученых из разных стран. В нем примут участие всемирно известные химики-органики. Конгресс будет проходить под патронажем президента Республики Татарстан Рустана Мургалича Мениханова. Президентами Конгресса являются ректор Московского университета Виктор Антонович Тадовничий и ректор Казанского университета Шатравкадыч Гафуров. Мы ожидаем, что это очень заметное явление не только для Казанского университета, Казани и Республики Татарстан. Мы в Российской Федерации в целом и, конечно, укрепляет престиж Казанского университета, прежде всего, что для нас тут очень-очень важно, ну и Республики Татарстан в целом. С 10 по 13 июля Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского университета приглашает абитуриентов на подготовительные курсы к внутренним вступительным экзаменам на направление бакалавриата, журналистика и телевидение. Подробнее смотри в следующем сюжете. Для абитуриентов, которые хотят подготовиться к вступительным экзаменам в сжатые сроки, а также успеть сдать их и поступить на журфак, Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского университета с 10 по 11 июля организует краткосрочные подготовительные курсы. Общий объем программы экспресс-курса 30 часов. Предусматривает разбор всех заданий устного экзамена, а также написание и анализ творческих работ его письменной части. Для того, чтобы они уже на экзамен могли подойти, так сказать, на пике формы и чтобы они могли те знания, которые получат, приплюсовать к своим школьным имеющимся знаниям и, конечно же, на экзамене продемонстрировать хорошие ответы, замечательные ответы, чтобы желательно в идеале у них было 100 баллов. Занятия на подготовительных курсах ведут доценты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета, члены приемной комиссии по указанным направлениям. Занятия пройдут в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. По адресу город Казань улица профессора Нуржина 1-37. Настраивайтесь на творческий интенсив на четыре дня с утра до вечера в аудитории. Но оно того стоит. В прошлом году и позапрошлом, кстати говоря, все, кто хотел поступить, все те, кто ходил на курсы, все поступили. На очную или заочную – это решать абитуриенту, но поступили все. За интересовавшимся просьба написать до 9 июля электронное письмо-заявку с пометкой «Курсы для абитуриентов» с указанием своего ФИО, адреса проживания и возможной потребности общежития, руководителю подготовительных курсов, доценту кафедры национальных и глобальных медиакову Роману Баканову. Подробности можно уточнить по телефону 8-917-292-1236. Лилия Талибова, Александр Юзин, Универньюс. Группа ученых и аспирантов Казанского федерального университета совместно с КНЦ РАН исследовали пути реакции гидрирования белого фосфора, который является крайне токсичным веществом. О том, что у них получилось, смотри далее. Фосфор – чрезвычайно ядовитое воскоподобное бесцветное вещество с удушливым запахом. Детальная доза белого фосфора для взрослого человека составляет 0,05-0,15 грамм. По этой причине его хранят без доступа воздуха под слоем очищенной воды или в специальных инертных средах. Однако это незаменимый элемент в области промышленности и большой науки. Именно это подтолкнуло казанских ученых к поиску безопасных химических путей превращения белого фосфора непосредственно в разнообразные фосфороорганические соединения. Существующая индустриальная технология синтеза таких соединений полностью устарела, поскольку она основана на прямом окислении белого фосфора хлором, за которым следует фосфорилирование органических субстратов хлоридом фосфора. Это вызывает существенные экологические проблемы. Итак, растущий коммерческий интерес и строгие экологические законы заставляют искать более зеленые химические пути превращения белого фосфора в непосредственно разнообразные фосфороорганические соединения. Итак, нами предложен эффективный способ селективного электросинтеза соединений со связями фосфороводород и фосфороглерод. В результате ученым удалось получить принципиально новые способы получения востребованных фосфороорганических соединений непосредственно из белого фосфора с хорошим выходом, минуя традиционной стадии его хлорирования. Инновативность исследования состоит в его бюджетности и приверженности ученых методу зеленой химии. Камиль Гематинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Елабурском институте КФУ состоялась вторая всероссийская научно-практическая конференция работников дошкольного образования. О том, как она проходила, наш следующий сюжет. Участниками конференции, прошедшей в стенах Елабужского филиала Казанского федерального университета, стали педагоги из Москвы, Арзамаса, Екатеринбурга, Башкортостана, Удмуртии, а также из городов и районов Татарстана. Участники форума обсудили новые подходы в работе с дошкольниками по лего-конструированию, а также познакомились с образовательными возможностями робототехники в лабораториях вуза. Мы черпаем вот тот фактический материал, именно у наших замечательных педагогов. Используем этот опыт педагогический для того, чтобы его обобщить на теоретическом уровне. И это задача действительно высшей школы. Педагоги делились опытом в рамках работы семи научных секций конференции. Участники форума рассмотрели широкий круг тем. Развитие инженерного мышления, познавательное и поликультурное развитие, мини-кванториум и техническое обеспечение детского сада. Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok